За последние месяцы на рынке труда Приморья наблюдался спад. Так, в первой неделе мая количество вакансий сократилось. Падение характерно для данного периода. На праздничные и выходные дни в мае этого года пришлось 14 дней. Однако в июне количество рабочих дней значительно больше, а также частично снимаются карантинные меры. Это приведет к усилению активностей как работодателей, так и соискателей. Если говорить о профотраслях, которые наиболее пострадали за коронакризис, то это в первую очередь, конечно, искусство развлечения масс-медиа, туризм, вся хорика, страхование, консультирование и даже высший менеджмент. Сейчас, на данный момент, на сайте ch.ru в Приморском крае размещено более 6 тысяч вакансий. 3 тысячи вакансий в городе Владивосток. Наиболее популярными профобластями из текущих вакансий являются продажи, медицина, фармацевтика. Много вакансий и в производстве, строительстве и рабочем персонале. Что касается соискателей, здесь специалисты также регистрируют спад. Текущий коронакризис отличается от кризиса 2009-2015 года именно тем, что соискательская активность сейчас невысока. В прошлые годы очень много людей высвобождалось, много специалистов и люди массово искали работу. Сейчас же не совсем так. И работодатели, и соискатели сейчас заняли выдержанную такую выжидательную позицию и ждут, собственно, того, что будет происходить дальше. К сожалению, мошенники также могут активизироваться и воспользоваться ситуацией. Схем мошенничества много, но, пожалуй, самые распространенные варианты – это не оплата оказанных услуг. Например, сомнительная компания просит дизайнера, копирайтера, фотографа, наборщика текстов выполнить объемное и сложное тестовое задание, а когда результат получен – пропадает. Или же, когда человек выходит на работу без официального оформления трудоустройства, и через месяц выясняется, что платить за сделанную работу ему никто ничего не собирается. В первую очередь нужно обращать внимание на источник вакансии. Нужно обращать внимание, откуда к вам попала эта вакансия, где вы ее нашли. Если это рекрутинговые порталы или сайты компаний, то это наиболее безопасная история, потому что там вакансии все-таки проверяются. Важно обращать внимание и на саму вакансию. Например, бывают вакансии с руководящей позицией, при этом не требуется никакого опыта или с минимальным перечнем обязанностей, но с высокой зарплатой. Это не обязательно мошенники, но на деле реальная оплата может быть значительно ниже. Специалисты советуют и обращать внимание на то, как работодатель ведет себя на собеседовании. Не должен работодатель на этапе собеседования требовать от соискателя какие-то финансовые вложения. Будь то оплата за собеседование, за обучение, за стажировку, или не должен предлагать каких-то товаров или своих собственных услуг. Кроме этого, обращайте внимание на документы, которые подписываете. Любые документы, которые подписывается искатель, он должен читать, внимательно смотреть. Выход на работу должен сопровождаться заключением соответствующего договора, даже если предусмотрен испытательный срок. Вообще, испытательный срок – это нормальная практика для большинства компаний, но сам факт пробного периода и условия его прохождения, в том числе и оплата, должны быть зафиксированы в трудовом договоре. При этом размер оклата на испытательном сроке и после его прохождения не должен различаться. Испытательный срок и уже штатная работа, они также регламентируются одними трудовыми взаимоотношениями. То есть первый рабочий день – это день испытательного срока. Поэтому всегда советуем соискателям обращать на это внимание и искать работу более аккуратно. Также не разглашайте ваши личные данные до официального трудоустройства. На собеседовании вас могут попросить заполнить дополнительную анкету с подробной информацией – от паспортных данных до уровня вашего дохода и дохода родственников. Будьте внимательны, эти данные могут использовать мошенники. И если компания вызывает хоть какие-то сомнения, откажитесь от заполнения анкеты. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.